Welcome to lesson 45 An apple Если существительное стоит в единственном числе, как в этих примерах, то мы можем поставить артикль e О том, когда пользоваться артиклем e, мы говорили на прошлых уроках, сейчас на этом не буду останавливаться А вот возьмем и поставим все эти существительные во множественное число, и что тогда? Куда девать все эти артикли e? Ну, я к тому, что бывают случаи, когда и во множественном числе хочется по смыслу поставить артикль e Ну, например, мы говорим о каких-то предметах, которые нам неизвестны или которые встречаются в первый раз Ну, то есть артикль e как бы нужен, но его ведь нельзя ставить со множественным числом Ну, да, нельзя, зачеркнем эти артикли, вот так-то лучше Вот здесь-то нам и приходит на помощь это самое слово «самма» По-русски означает что-то вроде «некоторые» или «некие» Это хорошо, если существительное у вас исчисляемое Ну, как в прошлых примерах – стол, яблоко, фотоаппарат Ну, что значит исчисляемое? Это когда мы можем посчитать предметы Одно яблоко, два яблока, три яблока Ну, понятно, да? Или там один стол, два стола, три стола Ну, вот есть и другие существительные, неисчисляемые Это такие, которые посчитать у нас не получится Ну, например, как мы посчитаем воздух – air Да никак не посчитаем А музыку, music – тоже никак Воду посчитать мне тоже кажется проблематичным – water Сыпучие вещества различные тоже считаются неисчисляемыми Среди них rice, рис и salt – соль По тому же принципу есть еще уйма существительных, которые являются неисчисляемыми Все перечислять не будут, да, это и не нужно Важно понять суть Мы можем сказать два или три яблока Но не получится сказать, что у нас два или три воздуха Вот так и определяем, исчисляемое существительное или нет Да, если существительное неисчисляемое, то оно всегда в единственном числе Согласуется с единственным числом Но артикль «э» ставить нельзя Вместо этого ставим «сам» Кстати, «сам» можно ставить как с исчисляемыми существительными, так и с неисчисляемыми И, как всегда, есть исключение из правил Ну, как исключение? Это для нас они исключения, а вот для англоговорящих все, наверное, вполне естественно Например, слово «знание», неисчисляемое, имеет только одну форму «knowledge» Существительное в совет тоже неисчисляемое Да-да-да, нам это кажется странным Ведь мы можем сказать один совет, два совета, три совета Но вот у них это неисчисляемое существительное «advise» по-английски Существительные деньги, money, тоже не посчитать В русском их тоже, правда, не посчитать, но просто в русском они во множественном числе А в английском, соответственно, в единственном Та же история с существительным «новости» News У нас это множественное число, у них единственное и неисчисляемое То есть одна новость – это news, и две новости – это тоже news Интересное слово «волосы» в английском Hair Ставим в форме единственного числа То есть, например, мои волосы русы My hair is fair Ну и, конечно же, с этими существительными нельзя ставить артикль a Зато можно ставить some Бывают случаи, когда нужно все же выразить идею единственного числа с этими существительными Например, один совет A piece of advice Два совета Two pieces of advice Одна новость One item of news Две новости Two items of news То есть, вы можете пользоваться этими выражениями, если нужно выразить идею единственного числа с неисчисляемыми существительными Я привел не полный список исключений, а лишь только те, которые, на мой взгляд, являются сложными для нашего восприятия Некоторые неисчисляемые существительные имеют свои меры исчисляемости, что ли Так, например, соль мы измеряем щепотками По-английски – a pinch of salt Воду иногда можно измерить стаканом или, может быть, бутылкой A glass of water Или a bottle of water Бутылка воды Рис накладывают в пиалы A bowl of rice Сыр определяют словом chunk – кусок A chunk of cheese Кофе разливают по чашкам A cup of coffee Газированные напитки продаются в баночках таких объемом 0.33 Это по-английски называется a can А шоколадки измеряются плитками A bar of chocolate Есть, безусловно, и другие примеры из этой серии Пока давайте ограничимся этими В любом случае, если память вас подвела, вы всегда можете сказать вместо всех этих новых слов одно знакомое нам Some Some salt Some chocolate Это совершенно нормальный вариант Говорите, если что, именно так и не ошибетесь Давайте закрепим то, что вы учили на этом уроке Поставьте, пожалуйста, перед существителями Артикль a или an Или слово some Поехали, первое Я прочитал книгу И послушал музыку I read a book and listened to some music Второе Мне нужны деньги, я хочу купить себе еду I need money, I want to buy food I need some money, I want to buy some food Третье Мы встретили интересных людей We met interesting people Подставляем We met some interesting people Четвертое Я собираюсь открыть окно, чтобы получить воздух I'm going to open a window to get some air Номер пять Мы живем в большом доме В нем есть красивый сад С красивыми деревьями We live in big house There is nice garden with beautiful trees Подставляем We live in a big house There is a nice garden with some beautiful trees Номер шесть Я собираюсь дать тебе совет А может быть советы I'm going to give you advice Что же мы поставим перед словом advice? I'm going to give you some advice И номер семь Мне нужна бумага и ручка I need paper and pen Подставляем и получаем следующее I need some paper and a pen На этом я с вами прощаюсь Напомню лишь, что вы можете подписаться на мой канал, нажав на ссылку прямо перед вами Вот и все Увидимся на следующем уроке Bye-bye Guys Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok